Сегодня день рождения Михаила Ларионова, легенды мира искусства и самого известного художника-тираспольчанина. В столице есть камень Ларионова, и у него несколько раз в год собираются поклонники творчества и личности художника. Буйство оранжевой краски и расстегнутая белая рубашка. Таким Ларионов изобразил самого себя, улыбающегося и со знаменитыми усиками. Те, кто общались с художником, вспоминают, в жизни он был гораздо эффектнее, чем на черно-белых снимках и уж тем более на автопортрете. Почитатели творчества Ларионова собрались сегодня в Тирасполе у его мемориального камня. Его установили, чтобы каждый видел в честь, кого называется улица. Мы не думали, что установка этого камня приведет к запуску такого проекта «Мои великие земляки». И приятно, что люди сюда приходят, отдыхают. Мы традиционно каждый год на день рождения Ларионова приходим, возлагаем цветы, рассказываем нашей молодежи, кто такой Ларионов, чем он прославил Тирасполю. Проект обновления о великих преднестровцах, по сути, начался с Ларионова и охватывает десятки профессий и родов деятельности. На круглых столах рассказывают о танкисте, почвоведе, кинооператоре, хирурге. Все родились у нас, но больше всего дискуссий вызывают именно рассказы о художнике. Творчество Ларионова многогранно и эпатажно, и в художественной школе в его стиле пытаются работать только самые смелые и креативные дети. У него были разные периоды. Тем, кому нравится импрессионизм, да, таких детей больше хотят. Некоторым нравится с характером Ларионова, таким активным, некоторым нравится и примитивизм. Ну и лучизм, конечно, немножко более сложный пока для детей, может, подрастут. Когда камню Ларионова начали возлагать цветы, рядом появилась и стала жевать траву белая лошадь. Получился готовый сюжет для картины. Ларионов, как и многие художники, стал настоящей звездой искусства уже после своей смерти. Он колесил по миру, но мыслями возвращался на берега Днестра, в дом бабушки. Террасполь он считал местом, где родилось его вдохновение.